привет всем меня зовут корецкий сергей и это за факты и тема этого выпуска видео реальных измен залитых на youtube пахнет жареным брата какого хрена здесь происходит а вот это хороший вопрос на днях я чисто случайно наткнулся на один из таких роликов из любопытства кликнул и я херил просто меня реально просто разорвало от увиденного ну во первых посмотрел такое уже как-то не по себе во вторых мне стало интересно если еще такие видео и я закинул в поиск измена жены ну может там тоже есть просто таких большинство вот нормально и оказалось что там таких роликов просто тьма и у меня как-то внутри все запротестовала ну как же так зачем нужно ли вообще такое выкладывать естественно может холостяки и холостячки такой слов вообще есть холостячки относится к этому попроще но мне как женатому человеку реально было тяжело на все это смотреть но с другой стороны поставив себя на место главного героя данного ролика я задумался а может он и прав и вот я уже сижу и снимаю видео на эту тему так как во мне борется два совсем противоположных мнения с одной стороны я считаю что выкладывать настолько интимную тему на всеобщее обозрение по многим причинам просто недопустимо нужно же иметь хотя бы каплю уважения по крайней мере к себе а с другой стороны я бы еще и по телевизору показал так этим шкурами надо не хрен их жалеть в общем нужно разбираться погнали ладно сосредоточимся и дадим жару больше всех меня зацепил за живое вот этот ролик кто есть нахуй что это замужняя женщина дочь а возможно многие из вас его уже видели я ни в коем случае не беру на себя роль судьи или маралфага нет я просто высказываю свое мнение и рассуждаю опираясь на комментарии под роликами данной тематике приступим к самому ролику ты чё делаешь хороший вопрос тебя волнует тут прям с первых минут охреневаешь от происходящего муж приходит домой застает жену с любовником и спрашивает мол дорогая ты не охренела нет полный out но возможно есть какие-то объективные на то причины возможно они были в ссоре или остались на время потому у нее такая реакция ты дурак или притворяешься какая нахуй разница он ее муж они у него дома в ее кровати были было у меня ружье смотрим дальше дальше больше да меня волнует ты кто такой фамилия мёдчество фамилия мёдчество здравствуйте я василий а вас как величай ну как ваши фамилия мёдчество дата рождения место работы прописки давно ли были урологами чё за вопросы в лес ноги табло из балкона ну зачем же так грубо сучка не захочет кабель не вскочит уже извините за выражение возможно он не знал что она замуж ты что делаешь молодой человек кто такой есть блять молодой человек сударь не изволите объясниться тут даже я со своими моральными принципами не удержался какой молодой человек почему он с ним так себя вежливо ведет и именем интересуется молодой человек говорит ну бред же добре ты кто есть нахуй ты в курсе что-то замужняя женщина чё орешь присядь чайку попьем обычная же ситуация чё орать то действительно а вот теперь народ просто эпичный момент как же у меня пригорает каждый раз когда его смотрю доча доча ксюш ты посмотри у тебя мама блять это ж кем нужно быть чтобы разбудить ребенка материться я понимаю эмоции но это же твоя дочь маленькая дочь мол посмотри мамка сиськами трясет дядя с писей на голову бегает и это он залил ролик на youtube где видно эту бедную девочку он хоть раз подумал что с ней дети сделают когда она в школу пойдет если кто-то увидит этот ролик и это на фоне не буйным цветом цветущего буллинга травля агрессивное преследование одного ребенка другим особенно среди школьников и студентов называется буллинг хуюлинг да ему насрать было на твой боулинг после того что он увидел ему вообще все бокер жена тоже молодец привела в дом мужика жарится с них за стенкой пока малолетняя дочь спит за стеной это нормально это как так что иди ты в жопу со своими нравоучения ты кто есть нахуй дружище фамилия на как у тебя фамилия как удачим фамилия ты это жорик что ли блять георги ты жорик да жорик это жорики ведь тебя не будут ты так он жорик ничего против жориков не имею фамилию назови свою зачем тебе фамилия моя нужна так зачем ты в курсе что я муж этой женщины блять ты видел фотографии тихо вот эти фотографии ты видел вот эти фотографии ты видел то есть оказывается мужик знал что она замужем и муж знал что он знал и не втащил насилие это не метод молодой человек если выражаясь вашим языком он бы ему втащил то тот бы свою очередь мог бы накатать на него заяву а там это реального срока недалеко да и посмотри кой он здоровый там еще не факт кто кому бы втащил да какая разница он его жену трахнул алё я бы убил обоих на месте он вообще мужик в конце концов или где ты в моей квартире ты понимаешь блять ты понимаешь что ты делаешь на ты понимаешь что мы прожили вместе 10 лет блять почему он до сих пор штаны не надел может хвастается стоят разговаривает походу вообще никуда уходить не собирается наглости нет предела успокойся 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 да ты успокойся бредина ты все это понимаешь что у нас дочери 4 года ты понимаешь что ты блять сука почему я тебя никогда ни при каких условиях недопустимо поднимать руку на женщину мы же цивилизованные люди изменила развернулся и ушел это уже не твоя женщина тем более при ребенке а дочке хоть кто-нибудь подумал такие сцены с просонья могут повредить психику ребенка необратимо дружище давай побыстрее уходи отсюда дружище 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 это моя квартира это моя семья понимаешь ты кто есть кто это я уже пойдет отсюда и ты вместе с ней на двоем соскать сюда съебетесь подать и ты кто такой ты здесь кто такой на слышь блять иди отсюда на дочь побереги хорошо побереги дочь а ты когда его жену оприходовал думал про дочь про их семью нехер с ним разговаривать кастрировать на георгий давай побыстрее блять минута тебе нахуй на сборы сука блять только говорит без скандалов давай нахуй я хуею без скандалов я хуею блять я сейчас такой же не знаю как у вас но у меня в этот момент просто подгорало все что могло подгорать просто у меня у самого дочь ну как так можно себя вести на глазах у дочери все понятно состояние аффекта эмоции все дела ну так вымещай на любовники я не знаю стену бей мебель грызи но дочь будить не стоило зачем она же все равно маленькая еще ничего не понимает судя по всему о психике и состоянии ребенка в этот момент не думал ни один из взрослых о чем ты говоришь вообще ничего поплачет и успокоится а такое с рук спускать просто нельзя где чувство собственного достоинства как говорил наш прапорщик это не твою жену трахают это тебя ебут это вас юношеский максимализм говорит молодой человек да и вся эта ситуация просто полный абсурд ни один здравомыслящий человек не опустится до уровня героев этого ролика но это все философия я умываю руки это не женщина это блять и ты тоже сука такой же блять знаешь нахуй что жена блять замужняя женщина блять и такое себе позволяешь мне слушай вам нахуй в ментовке обоим не работать я тебе отвечаю вот это поворот вот это поворот в ментовке так они еще и полицейский так вот почему георгий себя так борзо чувствует и вот почему муж ему не втащил цикла тогда все встало на свои места то как-то картина не складывалась а тут бац да похер вообще кто он такой хоть президент зимбабве или ты считаешь что если шишка то все можно насрать ночные погоны за такое унижение должен отвечать каждый ты долбое понял ты кто нахуй ты просто пидорас нахуй конченный ну как заиграла все поднялась вот сюда правда кажется наружу сейчас все полезет да это жестоко и что печально такое происходит в сплошь и рядом и никто от такого не застрахован мужа жалко конечно жена думаю пожалеет еще сто раз о своем поступке жору максимум попрут из органов а так ему пофиг мне кажется девочку тоже очень жалко надеюсь у нее все будет хорошо ну а я все же считаю что поведение мужа во многих моментах не то чтобы неправильно с моей точки зрения неадекватно как мужик вроде как должен был врезать любовнику несмотря на погоны и звания как отец должен был задуматься о дочери и не вплетать ее в этот конфликт жена тварь тут без вариантов и с ней нужно было разбираться непосредством выкладывания ролика на youtube а а вот как я и сам не знаю надеюсь и никогда не узнаю пишите свое мнение как вы относитесь к такого рода мести да и к ситуации в целом и как бы вы поступили будь бы вы на месте мужа на этом у меня все берегите себя и своих близких